Это подкаст «Всё в твоей голове», в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня в гостях у нас девушка Диана. Диане, 23 года. Привет, Диана. Привет. И мы решили, мы предварительно поговорили за кадром о разных ситуациях, немного о грустных состояниях относительно каких-то событий в жизни, но в итоге решили начать с такого вопроса. Диана, вот с какой бы проблемой, ситуацией, если бы ты разобралась в своей жизни, это бы повлияло как результат на все твои сферы в твоей жизни, ну, в лучшую сторону, конечно же. Что это такое? Ну, я думаю, что я бы начала с себя, с того, кто я, что мне нужно, со своего восприятия, с разных событий в жизни, которые у меня происходили. Подумала бы о том, как они на меня повлияли, что они в итоге во мне развили или, наоборот, убили, как бы это пафосно ни звучало. Начала бы с себя, со своего восприятия, то есть разобралась бы с собой, со своим восприятием. Я правильно понимаю? Да, я бы разобралась сначала с того, кто я вообще, что мне нужно, какой я человек. Наверное, так. Ну, и как ты сейчас это описываешь? Почему для тебя это какое-то заблуждение пока что, неясность для тебя? Ну, на самом деле, это неясно на протяжении всей моей жизни. Это объясняется многими штуками. Ну, во-первых, потому что... Что там неясно? Что тебе неясно? В вопросе, кто ты. Ну, вот знаешь, что можно с чем сравнить? С такой вот грудой цветного стекла, мозаик, которая как бы есть, и она цветная. Она, в общем-то, может быть, красивая, но она не собрана. Каждый из этих фрагментов что-то значит, может быть. Он по-своему неплох, может быть, какой-то плох, но в общем и целом это не складывается в какую-то одну картину, и ты из этого ничего не видишь. Ты просто видишь много разных фрагментов, которые есть, но чего-то общего у них нет. Ты видишь себя, когда ты задаёшь себе вопрос, кто я, ты видишь себя вот этими фрагментами, частями, так сказать, личности, там, своего характера, поведения, восприятия, как разрозненные части, и не собираешь это всё воедино, чтобы увидеть картинку в этом пазле какую-то и понять, что, ага, вот это вот я. Да, я думаю, что я прям груда цветного стекла. Моментами классно, а моментами может быть не очень. О, смотри, ну вот, пожалуйста, ответ на вопрос, кто ты. Ты? Ну, это не самый плохой вариант. Груда цветного стекла. Класс. Не самый плохой вариант для психоневрологического диспансера. Да, ура. Тут подошла бы рекламная интеграция на самом деле. Да, с государственными структурами. О, нет, тогда не надо. Подписывайтесь на наши социальные сети и следите за следующими выпусками обязательно. У нас тут интересно. Так, ну, значит, пока для тебя вот этот вопрос кто-то не ясен, но ты представляешь себя вот этими кусочками. Правильно я понимаю? Ну, если образом, то да. И если бы ты сложила этот пазл, то что? То ты бы поняла, кто ты? Ну, на самом деле, я не ставлю такой прям грандиозный, грандиозного финала себе не рисую. То есть я не думаю, что вот я это соберу, и я пойму свое истинное предназначение, и что-то вот прям свершится. Это, наверное, относит нас к немножко другой подтеме, потому что я думаю, что в целом ничего супер грандиозного и не случится. Ну, то есть... Да почему тебе нужно с этим разобраться? То есть вот вопрос-то был, например, если бы ты это решила, да, что-то одно, ты бы сказала, ты начала прям. Я бы сначала разобралась с вопросом, кто я? Для чего тогда? Ну, слушай, если говорить прям рационально, то это было бы удобно банально на самом деле, потому что, ну, все эти маленькие части цветного стекла, как мы теперь называем, мои черты личности, они иногда работают в связке, иногда разрозненно. Было бы удобно. В быту, но это тупо неудобно на самом деле, когда ты такой, вот, мне хочется это, а потом, а нет, мне, наверное, хочется это, а надо ли оно мне вообще, а нужно ли это все вообще? И ты такой, а может быть и не нужно вообще? Ну, а для чего это? Что, это сложности в принятии решений? Это сложности в понимании вообще всего. Ну, то есть я думаю, что, вернее, есть такое мнение, что мы условно видим мир через призму своего сознания, и весь наш бэкграунд, который был, он формирует какое-то восприятие. На этом работает там целый, типа, какой-нибудь там постмодернизм, когда у тебя на картине какая-нибудь просто фигня, и условно человек, который ничего об этом не знает, он ничего в этом не увидит, что человек, который слышал об этом что-то, или может это связать со своим каким-то опытом, он увидит, что... Да, это так и есть. Мы однозначно проецируем, и вообще воспринимаем все со своего бэкграунда. Это даже не мнение, это, в принципе, устоявшийся факт, который изучает психику и сознание. И да, мы видим мир вокруг через вот эту призму, как ты говоришь, прошлого опыта. Действительно так и есть. На этом построено огромное количество, конечно же, искажений восприятия. Так, вот. Ты воспринимаешь вот так вот через этот бэкграунд. И... И когда его очень много, когда очень много версий тебя, которые по-разному это воспринимают, ты... В итоге у тебя нет какой-то картины финальной. Ну, то есть, условно, есть какой-то человек, у которого случилось что-то плохое в тебе, и он видит плохое. Есть какой-то человек, у которого есть приятели, друзья, и у него все классно, он видит хорошее. В итоге, в общем, это все сводится к тому, что нет какой-то... Что это неплохо и нехорошо получается. Да, получается, что это вообще непонятно как. Непонятно как. И что? А тебе? Какое дело-то? Что тебе от этого? Ну, в смысле? Это неудобно. Когда ты живешь в мире, который ты не то чтобы не понимаешь, а который вызывает у тебя разные не только мысли, но и эмоции. То есть, вот эти вот версии меня, они же не просто, типа, ведут заметки о том, что вот тут хорошо было, а тут плохо. Это так или иначе сказывается на моем эмоциональном состоянии. Как? Ну, либо хорошо, либо плохо, либо не очень хорошо, или чего-то там может быть плохо. По-разному, в общем. И все эмоции и чувства, которые ты испытываешь, которые испытываю я, они влияют на меня. Конечно. И в итоге нет какого-то общего знаменателя. Тебе не на что опереться. Ты все время по-разному что-то проецируешь и воспринимаешь. И из-за этого, ну, как я и говорила, если мысль трациональная и с точки зрения быта, это вообще тупо неудобно. Чем неудобно? Давай. Чем неудобно? Неудобно тем, что ты не можешь мыслить на долгосрочную перспективу. Мне сложно это делать. Почему? Приведи пример. Ну, окей, началось это чуть раньше, сейчас более-менее стабильное, из-за того, что у меня есть работа, которая мне нравится, и мне все устраивает. Но если мы говорим там о плюс-минус подростковом возрасте, когда ты вообще не понимаешь, что тебе нужно, и зачем тебе это, может, тебе это не надо. Ты не можешь не то, чтобы отличить чьи-то установки от своих, ты не можешь своих собственных разобраться. Когда у тебя есть какое-то мнение, ты можешь с кем-то поспорить. Но когда ты не понимаешь, какое у тебя мнение, тебе сложно с кем-то поспорить. И это сложно в планировании в каком-то, сложно думать, что тебе нужно. Вот хорошо, если мы говорим про банальные вещи, условно, где я хочу жить, хочу ли я жить в Краснодаре, а я не знаю. А я уже в таком возрасте, когда мне нужно для этого в целом что-то делать. Ну, как мне кажется, может быть, и не нужно. Как мне кажется. Мне кажется, что все-таки 23 года, и я должна, наверное, как-то зарабатывать, и к чему-то в целом стремиться. Есть некоторые ожидания от социальной роли, конечно же, от возраста. Которые, опять же, надеты на тебя через призму твоего прошлого опыта и восприятия. Откуда вот эти все должна пришли? Это какая-то рекурсия, да? Что это? Я не знаю, что это рекурсия. Рекурсия — это когда одно в другое, одно в другое, это какое-то кольцо, которое просто мугает. Ну, в общем, да. Да. Тогда вот смотри, вот есть Диана снова, да, кусочки стекла, части личности, которой хочется увидеть какой-то образ, а что это в целом из себя представляет, и тогда это будет удобно, просто, легко, что-то запланировать дальше. Почему со всеми этими разрозненными восприятиями, с разными мнениями, почему не получается там планировать что-то дальше наперед? Я могу прям предметный пример привести. Ну, конечно. С одной стороны, я думаю, что было бы неплохо, условно, остаться жить в Краснодаре и работать. С другой стороны, я думаю, что, блин, нет, надо что-то менять. Может быть, в Москву, а может, вообще завтра, а может, просто все бросить и уехать, а может, этого не делать. С третьей стороны, я думаю, блин, а может быть, вообще из страны уехать? А с другой стороны, я думаю, а может, вернуться к родителям в город, в котором я родилась? А может, еще что-то сделать? Четыре варианта уже. А может, вообще забить и просто как бы, ну, моего, моей насмотренности хватит на то, чтобы лежать дома и фантазировать себе разные варианты своей жизни? И может, вообще из дома не... Ну, типа, да. Вот. Просто лежать и думать о том, что, ну, блин, это могло бы быть так, могло бы быть по-другому. Ну, вот, собственно... Вот так, много вариантов. И что тебе мешает выбирать между ними? Потому что я не знаю, что мне в итоге нужно. Из этого больше. Что тебе нужно? А как бы ты поняла, что тебе в итоге нужно? Что такого должно произойти, чтобы ты поняла? Или как бы ты поняла, как бы ты хотела принять это решение, чтобы что было? Представляю... Ну, хорошо, представь твоя подруга перед таким же выбором. Говорит, Диана, слушай, вот я не знаю, что делать. То ли остаться в Краснодаре, то ли в Москву поехать, то ли вообще что-нибудь другое еще сделать. И что ты ей говоришь? Я бы посоветовала ей начать разбираться с этим чуть глубже. Насколько глубже? Это что значит? Это значит вообще остановиться, наверное, и понять, насколько она удовлетворена тем, что она делает, тем, что она сейчас из себя представляет, насколько ее действия отличаются от навязанного ей, может быть, какими-то социальными штуками, парадигмами. Так, и как бы ей это помогло? Ну, я думаю, что я бы посоветовала ей сделать какой-нибудь гуд-трип, где-нибудь в горы побыть одной, может быть, подумать о том, что ей ближе, и что-то из этого выбрать. Но выбор — это вообще ужасное, самое ужасное, что есть. Это одновременно самое прекрасное, самое ужасное, что есть. На мой взгляд, может быть, я не права. Почему? Что, почему самое ужасное? Почему? Да. Я думаю, что вся ловушка выбора в том, что ты не знаешь, что за этим последует. Я, может быть, достаточно прагматичный человек, но выбирая что-то, например, вот я хочу чипсы с лососем. Так. Я знаю, что меня ждет. Я открою пачку, я съем чипсы, которые будут со вкусом лосося. А прикинь, нет. Партия вообще такая была обракованная. Ну, блин, ладно, что ж, возьму нормальный, который реально с лососем. Получается, твое планирование, оно... Получается так. Пошло, как бы... Да, да, да. Вышло из чата. Вот так, да, скажем. Да, именно так. Но сложность выбора в том, что есть вещи, которые ты предметно знаешь, что ты получишь, а есть вещи, когда ты принимаешь какое-то решение... Там есть неопределенность. Ты не знаешь, да, ты не знаешь, в итоге понравится ли оно тебе, нужно ли это тебе. А одновременно с этим это не просто выбор, который ты делаешь в пространстве. Это влияет на... Ну, как эффект бабочки. На многие сферы в твоей жизни. Да, суперсильно. На твои ресурсы, на время, на деньги, на прочие штуки. Да, да. Вот. Представляешь, такая жизнь. Смотри. Ну, во-первых, то, что ты советовала подруге. Себе посоветуй, как говорится. С вас пять тысяч. Топ. Мем, конечно. Но по факту. Вот это вот остановиться, разобраться, насколько ты там удовлетворена тем, что у тебя сейчас есть, взвесить свое поведение относительно того, насколько это навязано кем-то извне и так далее, устроить себе трип в горы, помолчать, там, побыть наедине с собой. Это же ты ведь себе рассказываешь, правильно? Не факт, что для другого там человека именно такой путь, например, через уединение в горах, это решение там проблемы, да? Ты же рассказываешь про себе так условно подходящий путь, как бы ты бы решала бы свои проблемы. Да. Но мне это уже не подошло. А зачем ты тогда это советуешь? Ну, так люди разные. Так вот именно. Так, ты уже уходила одна, так разбиралась, да? Да и что тебе? Это не помогло, да? Нет. И более того, я как-то не особо, наверное, в течение времени критично к этому настроена. То есть я понимаю, ну, абсолютно рационально и спокойно, что с этим неплохо было бы разобраться и думаю, что это как-то хорошо бы повлияло на мою жизнь, на продуктивность в целом, на какое-то целеполагание. Но отчасти я с этим смирилась и думаю, что, ну, какого-то явного предназначения не будет. И тут еще такая тема есть, что даже если бы оно было, не факт, что мне бы было в этом комфортно находиться. То есть, окей, представим, что передо мной нет мук выбора, представим, что это не груда цветного стекла, а какой-нибудь осколок зеленого одного, не факт, что с этим мне бы хорошо жилось. Ну, вот я хотел это следующей темой затронуть. Ну, типа, вот, ладно, тебе не нужно выбирать. Да. И что? Вот ничего, да. Тоже непонятно, да? А потому что это тоже неопределенность и неясность. Смотри, это одно из таких ключевых, что, в принципе, объединяет эти моменты. Вот делать выбор ужасно, потому что это несет последствия, которые влияют на все сферы твоей жизни. Такая вот некоторая неопределенная определенность в итоге случается с тобой. Ну, а что в этих последствиях? Почему они для тебя ужасны? Ну, не то чтобы ужасны, но... Ты сказала ужасно. Делать выбор ужасно. Хорошо. Ужасно, отвратительно. Просто мрачно, мерзко. Ну, я думаю, что это в конечном счете потратит время, а это главный ресурс, как будто бы. Так. И ожидания какие-то. Ну, то есть... Ну что, потратишь время. Ну, да. Что? Я сейчас начинаю задумываться о бесконечном вечном. Теперь мне кажется, что это все ерунда и суматоха. Что именно? Ну, все мирское. Знаешь, что в какой-то момент у тебя нет таких штук, типа, когда ты просто залипаешь в одну точку и такой, типа, мы же просто песчинки, мы же просто в бесконечном вечном, у нас нет какой-то цели, мы просто в космосе, болтаемся где-то на шарике, и все наши проблемы это на самом деле, ну, такое себе в масштабах вселенной. Вот я сейчас примерно такой дзен поймала на секунду. Ну, иногда бывают, конечно, такие, ну, это мысли, это философия, это философия о том, кто мы, что мы тут делаем. В принципе, этим занимались мыслители еще тысячи лет до нас. С этого, кстати, и началась вся психология, с философии, в принципе. Оттуда и началось. А кто такой человек? Да? А какое его место вообще в этом мире? Что он здесь делает? Что такое душа? Они задавались такими вопросами. И до сих пор задаемся. И все равно все еще пока что философствуем. Ну да, в итоге через все эти истории мы действительно придем к тому, что вот такие наши проблемы мы создаем себе через наше восприятие, которое, как ты говорила, до этого было порождено определенным нашим бэкграундом. И вообще мы из-за того, что вот в нашем животном виде человек все-таки обладает более сложной психической системой, эмоциональной, поэтому у него есть такие загоны и проблемы различного рода. Да, ну и в то же самое время есть небольшие такие, может быть, даже и большие плюшки и бонусы относительно мозговой деятельности и активности, которые, в принципе, как-то влияют тоже на этот мир, что-то создают, какие-то там, может быть, технологии или помогают там той же самой планете там как-то каким-то образом. Ну ладно, не важно. Ну а так-то, конечно, да, наша даже планета, Земля, это вообще такая же песчинка во всей этой галактике и вообще во всех этих галактиках. Ну ладно. Но в итоге. Или, как говорит моя подруга, у тебя просто Венера в рыбах, ты поэтому вечно какой-то фигней философствуешь. И все. Но я думаю, что это не рабочая схема, кстати. Так. Так. Философия — это классно. Да. Это топ. А философия заканчивается там, где нужно что-то делать в итоге. Нужно встать просто. В этой жизни, да. Потому что тут все-таки мы такие мыслящие существа в социуме, да. А человек в социуме, вот он как личный, собственно говоря, и развивается. И выборы, все наши выборы, конечно же, несут последствия, безусловно. А что там самое главное в этих выборах? В этих выборах ответственность за принятые решения, правильно? Да. Вот ты сделала выбор. Это повлияло на все сферы в твоей жизни. И ты, результат этого выбора, ну что, его нужно принять. Ну, в конце концов, есть только путь и весело проведенное время, да. Таков путь. Да. Вот мы сегодня цитатники вообще. Так. Ну вот. Что ужасного делать в выборе? Ну, точнее, что ужасного в делании выбора? Вот это ответственность, которую нужно нести? Нет, ну, для меня лично не столько ответственность, сколько... Что? Твои ожидания, которые у меня есть в голове, мои ожидания. Твои ожидания относительно... И относительно того, что ты выбираешь. Да. Ну, конечно, ты в любом случае, когда что-то хочешь делать, ты ждешь. Так. И не совпадение с тем, что в итоге получается. Это ужасно. Это же разочарование получается. Ну, получается, да. Ну, представляешь, Диана, ведь такое же есть в жизни, да, что то, что ты ожидаешь, иногда не сбывается. Да, и я как бы совершенно не претендует им на истину. Ну, типа, да, это факт. Но в разной степени на разных людей это по-разному влияет. А на тебя как влияет? Для меня мне просто неприятно очень сильно. Неприятно, когда твои ожидания не реализовываются? Да, не то, чтобы я, знаешь, такая девочка, любимая девочка вселенной судьбы, которая всегда фартит, которая всегда там делала все, то, что она хочет, совершенно не так. Но, ну, конечно, это неприятно, когда ты что-то ждешь, а это не случается. И для тебя это повод, в принципе, лучше избавиться от всех выборов, нежели чем снова вступать в эту историю с ожиданиями, с неоправданными ожиданиями и так далее. Что для тебя менее комфортно? Я скорее в этой ситуации просто начинаю рефлексировать, и эта рефлексия дальше ни к чему не приводит. То есть нет такого, что я по жизни ничего не выбираю. Конечно, выбираю очень много вещей. Всегда, каждый день. Да, очень много вещей, и мне в целом, не то чтобы, знаешь, я такая, типа, шоколадная или ванильная мороженая, и просто, о, это же выбор, он же... Ну, это не всегда так происходит, конечно же. Но, да, наверное, это ожидания, и, наверное, это реальность. Ну, и плюс, это, знаешь, еще такие разговоры о том, что надо ли оно в целом. Что? Ну, вообще все. Что все? Вообще жизнь. Вообще, ну, есть ли какой-то смысл в ней? В жизни? Да. Я вот думаю, что... Я еще раз скажу, что дисклеймер, типа, я не претендую на то, чтобы узнать на это ответ, что я буду первая во вселенной за всю историю человечества, которая узнает, наконец, ответ на этот вопрос. Совершенно нет, но просто я об этом задумываюсь, я думаю, все люди об этом задумываются, и в этом, в общем-то, нет ничего уникального. Но мне просто кажется, я вот недавно пришла к такому умозаключению, я думаю, что смысл жизни, смерти в том, что она конечна, в общем. Я пошла дальше и начала анализировать. То есть, окей, хорошо, если не брать глобальные вещи, которые в моей жизни лично происходят, возьмем задачи на работе. Они имеют смысл только в рамках какого-то времени. Условно, если мне ставят задачу, я делаю ее через год, она уже просто никому не нужна. То же самое и с жизнью, на мой взгляд, в моей голове. Но смысл в том, что я редко в своей жизни, к счастью, наверное, сталкивалась со смертью. Меня как-то всю жизнь, все детство от этого ограждали почему-то. И со мной не говорили о том, что вот это рано или поздно произойдет. То есть, это не то, чтобы это нарочито избегалось и на мои вопросы не отвечали, просто меня как-то ограждали от этой стороны. И это, наверное, породило во мне желание рефлексировать на эту тему самой. И недавно, вот буквально где-то полгода назад, чуть больше, я с этим столкнулась напрямую, достаточно в позднем возрасте, не знаю, к счастью или к сожалению. И я поняла, что, в общем-то, не самая приятная штука смерть. И как будто бы... Ну, это просто финал, и она, в общем, не стоит того, чтобы жить, хотя Цоя говорила в обратном, кстати. Но, тем не менее, вот ты живешь, и ты понимаешь, что тебе есть смысл что-то делать, тебе есть смысл веселиться, есть смысл грустить. Грусть — это тоже хорошо. Куда-то ехать, путешествовать и что-либо угодно еще, просто потому, что это закончится в какой-то момент. Ну, по крайней мере, я рассуждаю с этой позиции. То есть, мне нужно это делать, потому что это прекратится, и потом я не смогу этого делать, что самому логично. Но это же странно. Ну, то есть, это опять тот момент, когда ты не понимаешь, ты почему это делаешь? Просто ты хочешь это делать? Или потому что эта жизнь закончится, у тебя это отберут, и все. Вот, знаешь, я заметила это в поведении детей, когда они с чем-то играются, потом отвлекаются, и им, в общем-то, все равно на эту игрушку, но как только ты забираешь, ребенок начинает реветь и такой, типа, дайте обратно. Вот это что-то больше похожее на то, о чем я говорю, если прям в пример. То есть, сама по себе я не испытываю потребности куда-то ездить, что-то делать, делать свою жизнь насыщенной. Вот прям рациональные потребности. Я испытываю потребность с той точки зрения, что моя жизнь закончится, и неплохо было бы провести ее, ну, наверное, по-разному интересно. И тебя такая мотивация не устраивает? Да, это грустная мотивация, на мой взгляд. Грустная мотивация? Ну, а по-твоему, ты вот когда описываешь жизнь, ты что описываешь? Вот цикл... Вот ты родилась, умерла, и вот это вот... Вот это жизнь? Или что? Или жизнь это... Ну, я описываю тот момент, когда я начала осознавать себя в пространстве, это где-то годика три. Ну, по факту, я-то жила и до этого, естественно, но понятийный аппарат у меня как-то не очень сильно работал. То есть за жизнь ты описываешь просто период существования, можно так это сказать, твоего сознания? Да, да, именно так. Причем именно сознание, не тело. И это жизнь? Ну, да. И вот у этой жизни должен быть смысл какой-то, правильно? Я думаю, да. Ну, типа. Мне в какой-то момент... У существования твоего сознания, так сказать, в этом пространстве, должен быть какой-то смысл. Или какая-то польза хотя бы кому-то. Или польза. Да. Я часто задумываюсь о том, чтобы, ну, хочется же после себя что-то хорошее сделать, что-то оставить, что-то кому-то помочь, как-то не то, чтобы попасть в учебники истории, да, потому что можно попасть совершенно в плохом контексте. Ну, просто сделать что-то полезное для людей, для кого-то, кому-то, может быть, помочь. Или хотя бы, чтобы говоря о тебе, говорили как о чём-то, не то чтобы хорошем и плохом, но как о чём-то неоднозначном и прикольном. Вот. Ну, это на мой взгляд. И, конечно, хочется, чтобы моё сознание и моя голова как-то работала на хорошие вещи, по крайней мере, на то, что я считаю неплохим. Не знаю, может быть, нет, но вроде бы с этим у меня всё ок. Ну, а по-твоему, вот существование сознания человека, его психики в этой жизни для чего вообще? Вот в целом. Если прям... Бытие. Для себя. То есть сознание человека нужно только для него, чтобы он как-то что? Поддерживал свою деятельность? Ну, изначально для себя, конечно. Мы живём изначально исключительно для себя. Всё остальное, это, знаешь, вот то, что я сказала, что мне хочется, чтобы моё сознание принесло кому-то пользу, это уже мои желания. То есть по факту мне-то главное что? Чтобы я с ним могла существовать, чтобы я могла существовать сама с собой и чувствовать себя при этом комфортно. Я живу, если в буквальном смысле, ради себя. Если в общем и целом, ну, конечно, я не самый черстый человек, у меня есть родители там, семья, которых я очень люблю, друзья, которых я люблю. Я понимаю, что моя жизнь, ну, для них тоже в какой-то степени несёт ценность, конечно. Если меня вдруг не станет, им однозначно будет, ну, неприятно или чуть-чуть грустно, я думаю. Поэтому не то, чтобы я прям такая эгоистка, но если сводить всё в масштаб их вселенной, то, конечно, мы все родились одни, умрём одни и живём для одного человека. Это для себя. Но то, как мы проживём, уже влияет на других людей. Вот. Ну, причём это влияет всегда. Вот ты говоришь о таких моментах. Понятно, мы говорим о философских моментах, да? И когда мы говорим о философии, то нам нужно брать понятия как можно шире с разных сторон, да? Для того, чтобы это было всеобъемлющее понятие, ведь философия, она о разном, правильно? Не только об одной стороне какой-то. И когда ты там говорила про некоторое тщеславие или эгоистичность, здесь отчасти это могло быть проявлено в том, в чём ты видишь жизнь, да? И вот видишь жизнь, сознание, психики человека, его деятельность, она вот только вот у меня, ради себя, ради себя. И здесь стоит посмотреть, это то, что, например, поможет, не знаю, придать новое значение смыслам, поведению, восприятию. Сознание человека, это и человек, можно рассмотреть как клетку, да, какую-то. И естественно, клетки, которые, например, объединяются, они могут создать целый орган. Не знаю, наша печень, это сборище клеток, целый организм создают, представляешь, целый механизм, множество клеток создают. Собственно говоря, сознание человека, это тоже некоторая клетка, да, одна клетка. Ну, как минимум, ты вот уже говорила про семью, про вот такие маленькие ячейки, людей, которые как-то объединены вместе и тоже что-то создают, да, то есть вот несколько клеток объединились и что-то производят на этот мир, что-то делают. но в то же самое время все эти клетки, все эти сознания людей, они не разделены даже сейчас в таком понятии, как коллективное сознание, сознание группы и так далее, и так далее. Ты когда на работе, ты часть единого некоторого сознания в этой компании, да, когда ты еще в каком-то месте, еще какая-то часть, но даже если ты не берешь никакие социальные роли, а берешь в принципе, ну хотя бы нашу маленькую планету Земля, то здесь есть миллиарды людей, и это миллиарды клеток сознания, которые что-то производят, какую-то психическую энергию, какую-то деятельность вместе. Вместе создают события, создают разные события, создают катаклизмы, создают войны, разрушения, это же все создают сознание, объединенные сознания, вот они, психическая деятельность человека. В то же самое время это сознание решает эти конфликты, совершенствует жизнь постоянно, среду обитания, потому что это свойство живого организма в принципе адаптироваться в какой-то среде, как-то ее совершенствовать отчасти, и все это тоже делают клетки сознания в этом плане. Вы прям, ну я просто очень пошел в эту образность такую. Это очень классно, я понимаю. Просто я подумал, что тебе было бы удобно это воспринять таким образом. И, собственно говоря, цель этих больших организмов, песчинок в этом объединении некотором, даже бессознательном, понимаешь, то есть, например, у тебя есть определенная реакция на какие-то события в этой жизни, есть схожая реакция у таких же людей, ну у других людей есть схожая реакция. Вы создаете определенный некоторый образ, резонанс относительно восприятия, тенденций, моды. Это все, это же все деятельность сознания людей. Кто-то сказал, что сейчас, например, это модно, кто-то это поддержал, кто-то это сказал, что нет, и вот она, деятельность закрутилась, это жизнь, вот она идет вот таким образом. И каждый вносит свой вклад, независимо от того, по сути, что он сам предпочел сознательно какую цель поставить. Я создаю себе цель создать вот это. Дружище, ты можешь просто жить свою жизнь, и ты уже участник преобразования этой жизни. Согласна? Да, абсолютно, но вот во всем, что ты сказал, есть такие две вещи, о которых я тоже задумывалась. Первое, это просто факт, прикольный, на мой взгляд. Это то, что людям очень хочется, и мне в том числе, и всем вообще, идентифицировать себя с чем-то и с кем-то. То есть всегда приятнее понимать, что ты такой не один. Даже если у тебя случилось что-то хорошее или что-то плохое, ну, в частности, в большей степени что-то плохое, как будто бы ты не один, и как будто бы есть еще люди, которым вот так же, которые думают так же. Да, есть. Это просто прикольно. Грустно для меня немножко другое. То, что я понимаю все, что ты сказала, я с этим абсолютно согласна, но как будто бы мое присутствие вот в этом вот каком-то организме, например, на работе, это проявляется более явно. Потому что я понимаю, на что я могу повлиять, я понимаю, что я могу инициировать, либо же наоборот. А в контексте каких-то более масштабных вещей, я не вижу своего участия в этом. То есть, я понимаю, что достаточно быть не... ругаться нельзя. Неплохим уже хорошо. То есть, достаточно не... Вот смотри, ты решила ограничить даже плохих. Ведь плохие тоже нужны. Нужны, чтобы было видно хороших. И не только, по-разному. Вот смотри, ты решила, что твое участие в более масштабном проявлении должно быть уже конкретным образом вот таким. То есть, если я буду, в принципе, неплохим человеком, то я вношу какой-то вклад достаточно позитивный. Ну, условно, думаю, что если ты очевидным образом и явно не можешь делать что-то хорошее, не делай плохое хотя бы. Под плохим, что я понимаю, это всякие там убийства, геноциды, войны и прочие штуки. А они объективно, ну, плохо. Плохо то, что прекращает, прерывает чью-то жизнь без согласия этого человека. Это плохо, на мой взгляд. Вот, не делать этого, не сеять какой-то негатив, вражду, рознь и прочие вещи, это уже хорошо. В общем, ты будешь на стороне света, так сказать, да? Ну, не знаю. Не знаю. Вот определенный кусочек меня, может быть, и хочет примкнуть к плохому, потому что очень романтизировано. Ну, согласись, если мы рассмотрим каких-нибудь негативных персонажей, но они же по-своему классные. Вот. Ну да, типа Джокера. Да, или какого-нибудь там Дарта Вейдера. Тоже классный же чувак был. Вот. Помянем. В латексе, да, царство небесное. Вот. Так, к чему я это? К тому, что причисляя себя и осознавая себя в каком-то механизме людей, ну, более-менее хороших, мой вклад туда ограничивается тем, что я, а, не делаю, как мне кажется, плохого в масштабах вселенной, и, бэм, просто придерживаюсь мнения адекватных, более-менее людей. И в этом ты себя ощущаешь беспомощной, ужасно. Самкнута, в рамках, ограничена. Я не ощущаю себя, не ощущаю себя в рамках, мне грустно от того, что я не могу, лично я не могу повлиять на это. Я не могу повлиять на плохое. Я не могу с этим побороться. Вот, допустим, в мире, гипотетический мир, в котором происходит что-то плохое, да, конечно, не связан с нашим. Мне грустно от того, что лично я не могу это становить, не могу, прекратить все плохое, я не могу сделать лучше. Я могу сделать лучше только, ну там, не пнуть кошку какую-нибудь, да, а покормить ее, помочь какому-то отдельному человеку. И, возможно, конечно, это эффект бабочки, и все накапливается, и добра становится больше, но события, которые меня тяготят, напрямую не зависят от меня, и это меня очень сильно подавляет. Подавляет, очень интересно. Вот посмотри, вот здесь как раз такие вот это твоя эгоцентрия, личности проявлено, потому что во всех этих событиях вот все, что вот оно происходит, это же происходит при участии людей, правильно? Люди, часть сознания, да, вот этого коллективного, вот часть вот этой жизни всей, жизнь, это же не только сознание людей, ты с этим согласна? Для того, чтобы сознание людей здесь вообще как-то просуществовало, нужно, чтобы наш вот этот биологический костюм здесь передвигался, чтобы была там, не знаю, сила притяжения, чтобы воздух был, чтобы все эти миллиарды клеток вообще просто однажды создали эту жизнь и поддерживали ее до сегодняшнего момента, до этой минуты, до этой секунды, правильно? Да. И ведь это все огромный организм в целом жизни, который создает эту жизнь, и внутри этого организма есть и вот такие, и разрушения, и созидания, и так далее, и так далее. И ты в этот момент что говоришь? Мне грустно из-за того, что я не могу остановить вот эту сторону жизни, то есть прекратить как бы ее, да, существование, когда то, о чем ты философствуешь, оно всегда было, всегда будет, как бы утопии не наступят, правильно? Никогда, конечно же, ведь это инь-янь, это одно перетекает в другое, всегда черное в белое, и в белом есть черное, и в черном есть белое. Да, всегда такое было. И ты говоришь, мне грустно из-за того, что я черное не могу искоренить, потому что я сегодня себя ощущаю белой, я проснулась сегодня белой, и что-то хочется немножко черноты из этого мира убрать, а я не могу на это повлиять, и мне грустненько становится от этого. Вот в этом проявлена твоя некоторая, ну, можно сказать, эгоцентричность, вот это всемогущество, о том, чтобы жизнь, сам процесс жизни как-то его, желание его прекратить, а жизнь не прекратить, и вот в чем дело. Она всегда будет развиваться. Ну, хорошо, по мысли, я вижу твою реакцию, по мысли дальше. Планета распадется, жизнь разве остановится? В целом, все живых организмов, клеток, микроорганизмов, мы же из звездной пыли состоим. Не распадется, конечно, но я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю, что если убрать все объективно плохое, там, о чем мы говорили, все, что все эти какие-то... Объективно плохое? Я вообще с этим не соглашусь никогда. Объективно плохое? Объективно плохое это убийство, это геноциды и прочие штуки. Я думаю, что это объективно плохое. Ну, как бы, по крайней мере, хорошо, по моему мнению объективно плохое. Вот так, все, хорошо. Я поняла, я поняла. фразочки. Я поняла, хорошо. По моему мнению. Сугубо лично. Да, и так для всех. Имхо. Ну, короче, я не претендую на истину, но я могу определить для себя объективно плохие вещи. Я не могу их остановить, и я в этот момент именно, я не думаю о том, что остановив эту часть жизни, я остановлю другую, потому что другая-то борется со всем плохим, и она-то тоже, получается, прекратит существовать, а такого быть не может. И я понимаю, что всегда есть что-то хорошее, есть что-то плохое, и это каким-то образом уравновешивается. Просто в разные отрывки времени, ну, например, на мою жизнь, на мой короткий, там, вот к 23 годам, я могу видеть больше хорошего или больше плохого, с точки зрения истории, типа. На мою, там, например, жизнь вышла какая-нибудь война, например. И для меня это плохо. Я это понимаю. И я не, в этот момент я не думаю о том, чтобы искоренить вообще всё плохое, потому что, ну, такого не бывает, и это действительно утопия. Но когда ты видишь какую-то несправедливость, ты видишь что-то плохое, ты инстинктивно пытаешься с этим бороться, а бороться с этим невозможно. Это то же самое, что, я не знаю, вот будет какой-нибудь, тебе скажут, что вот есть комната, в которой плохой человек, вот если ты там его ударишь один раз просто, допустим, всё плохое в мире остановится. Ты заходишь в комнату, она вся чёрная, там нет света, и нет этого человека, и ты не можешь с этим никак бороться. Ты не достанешь до него. Нет какого-то зла в каком-то одном человеке, который вот, искоренив его, ты всё, типа, победишь. Так, и... И от этого очень грустно. То есть мне грустно не от того, что я не могу изменить механизмы вселенной и мироздания, мне грустно от того, что я не могу повлиять на конкретную ситуацию, я не могу как будто бы сделать для неё что-то хорошее или поспособствовать чему-то хорошему. Ну и кто здесь ограничивает жизнь? Да я, всё с меня-то, мы же, да, всё в твоей голове, всё в моей голове. То есть ты решаешь ограничивать свои возможности относительно влияния на что-то? Я просто понимаю, что, ну, они... Ну, ты взвешиваешь просто, чего бы тебе это стоило, и понимаешь, что, а, да ну нафиг, я как бы лучше об этом просто порастраиваюсь пока что. И, типа, даже не то, что чего бы мне это стоит, а то, что, ну, как бы, я же понимаю, что я могу сделать, ну, объективно. Я не могу, например, допрыгнуть до небоскрёба, я же это понимаю сама. А зачем? Я понимаю. Я сейчас пытаюсь, типа, метафорой просто. И отлично, я точно так же понимаю, что я не могу остановить какое-то плохое действие, типа, которое сейчас происходит в мире. Я не могу его остановить. Лично я одна не смогу его остановить. Я это абсолютно чётко понимаю. Тебе от этого грустно? Да, мне грустно от этого. От этого грустно? Грустно от того, что я не могу никак повлиять. От своей беспомощности в этом плане? Да, да, да. Вот если в таком смысле, да. От своей беспомощности во влиянии на какие-то процессы жизни? Да. Это состояние беспомощности, это так оно описывается, или как? Это состояние скорее уже подавленности. Ну, то есть сначала это была беспомощность, теперь ты просто подавлен, ты понял, что ты не можешь, и ты просто на это смотришь, и, конечно, тебе от этого грустно. И в моем случае, ну, в моей голове так устроено, что я вижу хорошие вещи тоже. Я вижу, как есть люди, которые, может быть, граждане. Что дальше после этой грусти у тебя? Окей, грустно. Что дальше? Ничего, ты просто с этим живешь. Ты просто подавлен, и эта часть тебя, она всегда вот в таком вот состоянии. В подавленном. А кто ее подавил? Ну, я своими разрушениями, да. Конечно, конечно, да. Подавила, подавила. Таким образом, да, наступила грусть. И у грусти есть, конечно же, позитивная сторона. Вообще, грусть то чувство, которое позволяет принять принять события такими, какие они есть. В частности, там, например, в этапах проживания определенного горя, например, потери той же самой, да, есть потеря какая-то. Однажды все равно наступает этап, этап принятия. Принятие мира, жизни, такой, какая она есть вот сейчас уже с этой утратой, с этой потерей. Однажды наступает такой этап, да. И этому как раз таки способствует грусть. После всех вот этих непринятий, агрессий и так далее, отрицаний и прочего наступает грусть. Грустно от того, что вот все вот так вот сейчас происходит. Да, грустно, но в то же самое время это позволяет принять, да, то есть то, что есть. А что дальше? Вот очень часто люди пропускают следующий шаг после грусти, потому что грусть, она как раз таки способствует этому шагу. Собственно говоря, в любой терапии нужно любые такие состояния свести именно к грусти, потому что она способствует принятию. После принятия нужно понимать, а что ты будешь делать дальше? Окей, вот в жизни сейчас вот, ну, в твоей там, в частности, да, вот так ты это принимаешь. Грустно, да, но вот это уже не изменить, оно вот есть. Что будешь делать дальше? Вот это ключевой момент, который помогает придать и смысл в том числе своим действиям, задаваться этим вопросом. Окей, это в жизни сейчас вот так, и это грустно, но что дальше? Что я буду делать дальше? И это как раз таки помогает пройти через вот это состояние грусти, уже выйти в некоторую деятельность более позитивную в этом плане. Да, и это возвращает нас вот как будто бы в планирование? Да, в самое начало. Конечно, конечно. Это очень хорошо, что это возвращает в самое начало, потому что тогда есть, как ты этот термин назвала, который... Рекурсия. У нас еще такая познавательная страничка сегодня. И про восприятие, кстати. Это вот, в общем, хорошая мысль. Вот смотри, оно возвращает тебя туда, вот в это планирование. Ну, а в планировании в чем проблема? В чем проблема? В том, чтобы планировать что делать дальше? В том, что ты уже... Мы вернемся к этим осколкам разноцветным в этом плане. Ну, да, наверное, да. Я думаю, что... Здесь можно? Я тогда тут, знаешь, немножко так подытожу эти осколки. Эти осколки, они дают тебе как раз таки вот эти разные грани твои, разные точки зрения. У тебя есть желание увидеть какую-то единую картину из всех этих разных осколков, но в то же самое время именно они тебе позволяют смотреть на жизнь разносторонне. То есть какой-то человек не задумывается в целом вообще о переезде, например. Ты же задумываешься в разных вариациях, что тебе можно сделать, и этим мыслям способствуют твои разные части личности. Правильно? Ну, не части личности, а разные твои стороны. Вот так, да? То есть из-за того, что разный был бэкграунд, у тебя есть разный способ отреагировать на события в своей жизни, и ты думаешь, о, а можно же еще так, а можно так, а можно так, и вот так еще можно. Вот эта вот многовариативность, много вариантов, когда это позволяет тебе видеть больше возможностей этой жизни. И вот эти вот все осколки, разные осколки, это возможности. Возможности познать эту жизнь, увидеть эту жизнь абсолютно с разных сторон. У тебя есть внутренняя потребность к некоторой определенности какой-то одной, а что еще одного такого? И сейчас это формирование, оно проходит вот эти определенные твои этапы. Через вот эти проживания грусти, через принятие каких-то моментов, которые ты изменить не можешь в жизни, это формирует твой пазл, складывает его. Понимаешь? Да. То есть у тебя вот эти твои осколочки, они вот в этой ситуации вот так себя воспринимают, ведут так, в этой ситуации вот так. Ну все понятно. Ты это сложила в копилку жизни, все это формирует, формирует тебя. И дело в том, что это будет формировать всю твою жизнь. Вот в чем дело. Такая целостность, понимание, оно, ну если, например, пойти в возрастную психологию, ну вот человек осознает свое место в жизни, и вообще кто он? Ну, где-то после 50-60 лет, потому что именно там уже есть какой-то продолжительный опыт разных вообще проявлений. Там твоих осколков наберется столько много, чтобы собрать как раз-таки пазл целиком и полностью. Возможно, сейчас, в настоящий период времени, ты эти пазлы только собираешь. У тебя, например, пазл на тысячу деталей, а пока у тебя их только, например, 200. И, естественно, из них не собрать целостную картину. Ты их вроде как попробуешь подсобрать, посмотреть так. Что там Диана из себя представляет? А не ясно пока? Пока не ясно, потому что вот приходится проживать вот эти разные жизненные опыты. Я еще и пазл ненавижу, представляешь? Да, очень забавно. Просто комбо собрала. Очень забавно тогда, почему именно через такую метафору зашла. Ну, мне кажется, это так, типа, более метафорично. А про моменты в жизни, да, которые наблюдаешь, некоторые, там, например, плохие, сугубо лично, объективно плохие по версии Дианы. Представляешь, ведь можно... Ведь твоя цитата про бэкграунды, про восприятие. И, представляешь, какой-то человек, он живет, например, и он живет, и все время попадает именно в те места, где, не знаю, все всегда плохо. Вот. Представляешь, какое у него будет восприятие этой жизни, взгляд на эту картину мира. И тут, конечно, ты могла бы его дополнить с другой стороны. Ты бы ему сказала, дружище, ну, знаешь, я вот пожила, все-таки в жизни бывают и другие моменты. Это ведет нас к мысли о том, что наверняка есть какой-то человек, который видел больше хорошего, чем я, и может меня дополнить. Вот. Ну да, это слишком позитивно для нас сегодня. Для этого выпуска, да. Да, да, я решил пойти немножко по мрачной стороне. Вот таким образом. Да. И это еще одна мысль, которую хотелось бы добавить сюда. Окей. Инсайт какой-то. Есть какая-нибудь новая мысль относительно своих переживаний, состояний на финал? Есть инсайт, но он неопределен, наверное, так же, как и моя проблема. Как и весь сегодняшний выпуск. Да, да. Инсайт в том, что узнать, что после принятия. Мне стало интересно. Ты сказал про возрастную психологию и про то, что люди понимают, кто они, условно, в 50-60 лет. Хотелось бы поговорить с этими людьми. Просто интересно. Я понимаю, что их ситуация и жизнь на меня никак не натянется, условно, но интересно, что после принятия. Да. Нужно быть достаточно открытой, чтобы еще... И терпеливой, чтобы дождаться. Да. Хорошо. Диана, спасибо тебе большое за такой неординарный выпуск сегодня, безусловно. Тебе спасибо большое. Очень интересно было поговорить. Это был подкаст «Все в твоей голове». И сегодня выпуск отчасти экзистенциальный. Как раз-таки под какую-нибудь хорошую кружечку чая или любого другого напитка, может быть, венца, если хотите. Включайте, послушайте, порекомендуйте своим друзьям, для того, чтобы поразмыслить о смысле жизни, о бытие и о том, как мы вообще формируем наше восприятие. О разном. Сегодня действительно был такой философский выпуск. Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии под этим выпуском и присылайте нам свои истории на почту. Увидимся на следующем сеансе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!